Продолжаем матч против Антона Майделя, счет полтора на пол в пользу Антона, и у нас дебют рейт, я попробую наверное в этот раз все-таки уйти в сицилианку, благо мне дают такую возможность, гамбит Мора. Давно от меня не видели никаких бредовых, откровенно говоря, гамбитных вариантов, посмотрим что Антон сыграет. На самом деле, насколько я помню, Антон может среагировать на гамбит Мора по-разному. Интересно, что он выберет против меня. Интуиция не подсказывала, что будет сыграна от D3, но что еще раз подтверждает, что интуиция у меня развита довольно слабо. E6, но это кстати не самый опасный для белых вариант, потому что черные соглашаются на позицию с изолятором или с висячими пешками. Вроде бы в довольно неплохой для белых редакции. Ферзь А5. Могу ли я сыграть слон G5 и пожертвовать пешку в целом? Наверное могу, правда есть ход конь D4, слон F6, ферзь F3, GF, ферзь F6. Непонятно, ну сыграю слон G5, посмотрим что из этого выйдет. Я прошу прощения за такое вот невнятное объяснение. Конечно на конь D4 был ход конь D4, ферзь бьет G5, ферзь А4 с победой. Сыграю на конь D5. Сыграю на конь D5. Что могу сделать с этим? Могу взять и на ферзь D5 сыграть ферзь C2 с идеей слон G4 и с идеей не пустить пока короля в рокировку. А6, слон Е4. Ушел ферзь, слон ушел и черты все-таки рокировали. Но позиция выглядит привлекательно для белых, так наверное и сыграю. В целом с изолятором размена обычно не... Стороне у которой изолятор размена обычно не выгодна, но здесь может быть есть какие-то конкретные нюансы. По крайней мере я на это надеюсь. Сыграю слон Е4. Вроде бы не подставляюсь нибудь, какой размен сверзей сразу. Хочется на это надеяться. Ну конь D4 явно самоубийство. Можно взять и срать ладья Д1. Наверное, еще много других ходов выигрывает, по крайней мере этого. Ферзь D6. Ну поскольку помешать рокировки слон не получится, сыграю слон H4 с идеей перевести слон на G3 и попытаться провести D5 в наиболее выгодной для меня редакции. Калладь от D1. Может быть стоило сыграть А3 в первую очередь, потому что слон на B4 расположим неудачно. А сейчас Антон может попытаться приготовиться к различным ударам в центре, но все равно у белых поприятней. Надо попытаться воспользоваться этим шансом и сравнять счет в матче. Другое дело, что у черных нет ни одной, как обычно бывает в позициях с изолятором, у черных нет ни одной слабости. Если мне удастся создать никаких серьезных динамических ресурсов на королевском фланге, то или черные сделают ничью, или даже выиграют из-за слабости пешки D. Правда, я могу сыграть D5 сразу. После этого белые совсем не рискуют, но может быть в черных есть ход ED, и на ладе D5, ферзь E6 выиграть сразу не получается. Хотя хотелось бы. Давайте попробуем сыграть D5. Позицией выглядит все равно очень опасно для черных. ED, ладе D5. Есть еще ход Ферзь C7, но он тоже выглядит не очень убедительно. Хотя, может быть, Ферзь C7 все-таки сильнее, чем Ферзь E6. Есть смысл спрятать Ферзя за остальные фигуры. Чтобы он не попадал под удары. Да, Ферзь C7 сыгран. Наверное, я недооценил этот ход. Черных повышаются шансы на успешную оборону здесь. Что задумано на А3? Ферзь E6, АБ. Так играть невыгодно. Слон D6, ладья D1. Накалывается у вас слона. Видимо, слон А5. Но слон А5 явно должна быть в пользу белых. Ход выглядит не очень... Эстетично. Может быть, удастся создать какую-то игру на А3 сразу. Правда, не совсем понятно как. Есть ход кунь E5, но вроде бы по слону E6 черные удерживают позицию. Кунь E5, слон E6. Так, кунь E5 черные удерживают. Кунь E5, да, конечно, нахожусь я в весьма ужасной форме в данный момент. Не вижу такие простые вещи. Так, ну ладно, сыграю ладья D1, времени совсем нет. Ладья D1, конечно, скорее всего слишком мягкий ход, и черные сейчас уравняют. Что будет достаточно обидно, потому что в целом позиция сулила... Чуть ранее позиция сулила белым приятный перевес. Стоило сыграть ладья C5, конечно. Потому что на слон B6 есть ход ладья C3, который я ранее не видел. Ну, да, теперь черный успевает сыграть слон B6. У меня уже начинаются проблемы, кстати, с положением этой ладьи. Видимо, пора сворачивать игру и попытаться сделать ничью. Благо... Не благо, а ввиду того, что времени совсем нет у белых. Попытаюсь я играть быстро. Все равно другого выхода, в принципе, и нет. 4 секунды это не слишком большой запас для раздумий. Ожидаю ход ладья D8 от Антона, из которого у черных нет никаких... Ну, последние проблемы в позиции заканчиваются. Ладья E8. Это, видимо, более агрессивный подход. Игра на победу. Антона можно понять. У меня меньше 4 секунд. Стоит C7. C5. Сыграть FG. В целом, наверное, это изменение структуры в пользу черных. Но я, по крайней мере, решил проблему со своей бедной ладьей, которая страдала на B5. Сыграю B4. А4. Может быть, черным не так легко сделать следующий ход в этой позиции. Беда в том, что мой слон на E4 расположен нестабильно, и, может быть, черным могут даже какой-нибудь FD8 себе позволить. И, кажется, я не могу воспользоваться связкой. Из-за того, что подвисает пешка на B4. Да, FD8 сыграно. А это я запланировал B5. Пытаться поджать соперника по времени. Может быть, у белых снова есть какой-то перевес. Возьму коня. Странное решение. Здесь вроде как белые остаются с лишней фигурой. Где-то два. Не стоит пускать все ладьи на вторую горизонталь. С этого белые готовы сыграть G4. Но, да, позиция совсем выиграна. Поэтому Антон задается. Удалось мне сравнять счет матч. Хотя, если честно, течение партии этому никак не способствовало. Но мы встретимся уже совсем скоро в следующей партии матча.